Добрый вечер, в эфире Чиста Ньюс, в студии Евгений Кашевой. И Валерий Житков. Здравствуйте, коротко о главном. Здание Кабмина отремонтируют за сэкономленные на перелетах Гройсмана деньги. На перелетах Владимир Борисович сэкономил 3 миллиона гривен. Правда, непонятно, радоваться этой новости или огорчаться, ведь неизвестно, это сам Владимир Борисович отказался лететь за границу или просто его там уже никто не ждет. Киевсовет собирается очистить центр города от холодильников рядом с мафами. Столичные власти явно выбрали для этой благой цели не самое лучшее время года. Зная смекалку наших предпринимателей, вполне вероятно, что киевские мафы скоро будут выглядеть вот так. Утром, в среду, 28 ноября, националисты заблокировали ТРЦ Оушен Плаза. А к вечеру уже разблокировали. Видимо, им хватило 8 часов, чтобы обновить гардероб на зиму. Об этом и другом подробнее. Громадский рух опора провел исследование, в котором тщательно изучил, что за последние 4 года наголосовали в нашем парламенте депутаты. Исследование подтверждает крайне низкую эффективность парламента. Всего 12% законодательных инициатив становятся полноценными законами. Ну, как бы объяснить проще. Представьте, что вы приходите в ресторан, но только 12% блюд съедобные. При том, что все платные. А все потому, что комитеты, в которых должны эти законы дорабатываться, с каждым годом собираются все реже и реже. Приведу пример. В 2015 году комитет по налоговой политике собирался 31 раз, а в 2018 году уже только 13. В чем причина этой прогрессирующей апатии к своей деятельности? Видимо, работа депутатов разочаровывает уже не только нас, но и их самих. Есть и обнадеживающая статистика. К примеру, депутаты-списочники во время выступлений в парламенте в среднем говорят на целых 5 секунд меньше, чем депутаты от мажоритарных округов. Как по мне, это еще один аргумент в пользу отмены мажоритарки. Голосуй за списочников, мы будем минимум на 5 секунд меньше слушать их болтовню. Как говорится, мелочь, а приятно. Тем временем Олег Лешко обновил предвыборную рекламу. Теперь он преподносит себя в качестве сильного президента. Подожди, Тегибко же уже был сильным президентом. Правильно ты говоришь, Тегибко был. Теперь вот очередь Лешко быть сильным президентом. И как бы в доказательство того, что он действительно может быть сильным президентом, Олег Валерьевич выложил в своем инстаграме видео, на котором отжался аж 9 раз. Непостижимо. Видимо, Тегибко может отжаться только 8 раз, поэтому теперь самый сильный президент Лешко. Пока один кандидат к президенту хвастается своими спортивными достижениями, другой поздравляет с этими достижениями настоящих спортсменов. В Кропивницком на проходящих соревнованиях спортивное место спортивной нации Арсений Яценюк призвал всех присутствующих поблагодарить за это мероприятие министра спорта Игоря Жданова. Правда, журналисты выяснили, что Жданов к организации этих соревнований никакого отношения не имел, ну, кроме того, что приехал на них и привез с собой журналистов и камеру. Получается, что Яценюк поблагодарил Жданова за то, что тот не сделал? Мы считаем, что министр спорта, как воспитанный человек, должен в ответ поблагодарить Яценюка за строительство стены на границе, за победу над коррупцией и за вывод экономики страны из состояния кризиса. И вообще, давайте будем откровенны. Вряд ли у лидера Народного фронта окупилась поездка в Кропивницкий с точки зрения пиара. Учитывая, что до приезда его рейтинг составлял всего полпроцента, то после мероприятия рейтинг Яценюка максимум будет полпроцента плюс министр спорта Игорь Жданов. 27 ноября стартовала работа Государственного бюро расследований. Для тех, кто не в курсе, это еще один орган, призванный побороть коррупцию в нашей стране. В их полномочия входят расследования против чиновников, судей, министров и даже членов антикоррупционного бюро. Другими словами, появился еще один антикоррупционный орган, чтобы не допустить коррупцию в других антикоррупционных органах. Кабмин выделил для высшего антикоррупционного суда помещение около Соломинского кладбища в Киеве. Видимо, в кабинете министров уже смирились с тем, что борьба с коррупцией – это гиблое дело. Ну, с другой стороны, возможно, это тонкий психологический ход. Теперь судья будет говорить про воровавшемуся чиновнику. Подсудимый, встаньте у окна, посмотрите на этот пейзаж и еще раз хорошенько подумайте. Евробляхеры продолжают блокировать два пункта пропуска со Словакией. Честно говоря, довольно странное решение митингующих – блокировать границу страны-поставщика того, из-за чего они, собственно, и митингуют. Тем более, что ряды протестующих рядеют. Евробляхеров в стране стало меньше аж на один автомобиль. 27 ноября растаможили первый автомобиль по новому закону. За растаможку Рено Лагуна 2004 года хозяин заплатил 49 тысяч гривен, то есть еще одну Рено Лагуна 2004 года. Как по мне, это говорит о том, что евробляхеры, как политическая сила, стали слабее. Возможно, в скором будущем мы увидим раскол на евробляхеров, которые не растаможили свои машины, и евробляхеры, которые растаможены. Вторые, скорее всего, потребуют авто-автокефалию. В столице прошли учения коммунальщиков. Коммунальные службы тренировались вести себя в условиях, если сразу несколько ТЭЦ выйдут из строя. Ну, то есть моделировали типичную ситуацию для отопительного сезона. Случайные прохожие, которые не были в курсе происходящего, терялись в догадках, что же происходит. Высказывались предположения, что в Киеве снимают продолжение фильмов «Охотники за привидениями» или «Гости из будущего». Глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев предоставил при вступлении в должность поддельный диплом о высшем образовании. Ну, возможно, в архитектурно-строительной инспекции как раз и ценится способность смастерить что-то своими руками, тем более смастерил он не абы что, а диплом Технического университета Молдовы. Кто-то сомневался. Гораздо же легче возглавить строительную инспекцию, если сказать, что получал образование в Мекке строительной науки Молдовы. Как бы там ни было, после того, как стало ясно, что у главы строительной инспекции нет профильного образования, у него остается еще один вариант трудоустройства. Это генпрокуратура. Это последнее место, где можно работать не по специальности. Ну и напоследок о приятном. Ульяна Супрун рассказала, как правильно есть сало. Нам, украинцам, как есть сало. Это же наша врожденная способность. Никто же не учит рыб, как дышать под водой. Никто не говорит волку, как выйти на луну. Так вот, по словам Супрун, сало нужно употреблять размеренно с картофелем, кукурузной кашей, хлебом и красным перцем или горчицей. Уважаемый Ульяна, это все, конечно, здорово, но прежде чем делать такие выводы, я бы вам советовал хотя бы раз попробовать сало с горилочкой. И тогда все эти ваши кукурузные каши сразу уйдут на второй план. Эх, как аппетитно, Валера сейчас сказал. Пойдем попробуем сало с горилочкой, вам быстрой пятницы и хороших выходных. До свидания. Пока.